Автоматическая страховка Автоматическая страховка. Основное достоинство его заключается в том, что человек, если пришел в высокий зал без напарника, он может спокойно полазить, так как она автоматически его страхует. Но при этом, если он захочет отрабатывать какую-то сложную трассу и повисеть, отдохнуть, этого у него не получится. Она автоматически опускает сразу человека вниз. Есть различные комбинации крепежа. С двумя карабинами, как здесь, бывают автостраховки с одним карабином. Если у вас автостраховка с двумя карабинами, то рекомендуется вначале один карабин прищелкнуть к себе, и только потом второй карабин выщелкивать из двух вот ворот и тоже прищелкивать к себе. Здесь у нас надпись «Пристегни страховку». Когда пристегнули и опустили, появляется надпись «Внимание наверх». Итак, вы проверили карабины? Пряжку проверили, застегнуты, карабины закрыты. Все отлично, вы можете начинать подъем. Один из ответственных моментов, это еще после лазания прицепить правильно обратно карабины, чтобы автоматическая страховка не выскользнула из рук и не уехала вверх. То есть, если у вас два карабина на стропе, то лучше это в обратном порядке так и делать. Вначале один карабин от себя отщелкиваем. После того, как вы прищелкнули к этим воротам безопасности, можем второй карабин от себя отщелкивать. Таким образом, у нас исключается ситуация, когда карабины не вщелкнулись и стропа уехала вверх. Если она уедет вверх, то, естественно, надо будет по соседней трассе какой-то лезть, возвращать вниз. То есть, лишняя потеря времени и лишнее едено в стропе. Редактор субтитров А.Семкин